Доброе утро, мы сейчас гуляем с Трампом. У нас сегодня вообще последние двое суток какие-то странные. Трамп себя очень странно ведет. Мы идем спать, а он начинает выйти, скрептись по дверью, и этому нет конца. То есть, как в детстве игнор, пока он не успокоится, не помогает, потому что он выл под 30 минут и скрепся к нам. Причем, если обычно я понимаю, что он пищит где-нибудь около двери входной, ну, он входит в туалет, то тут нет, он хотел именно к нам играть и все такое. В общем, пришлось прийти к нему, дать ему люлей, потому что он не понимал, он начинает играть, гавкать, что-то такое, суетиться. Вот. В общем, пришлось его потрясти за шкирку, прижать к полу, и причем это не один раз. Потом я села в его кресло, в котором у него домик, взяла его на руки, он тоже там пытался бесоебить и куда-то убегать, скакать. Я его тоже прижимала, тоже брала за шкирку, вот так вот, хватит, успокойся. Вот. Пока он не понял, что нужно вести себя тихо. Вот. Потом я его просто взяла, сама встала, положила его на его лежанку, тоже прижала, потому что он хотел тут же с нее убежать, прижала, говорю, тихо. Вот. И как только он успокоился и понял, что все, как бы, нужно вести себя тихо и смирно, я ему его погладила, сказала, что молодец, его спать. Вроде было тихо, мы уснули, но с утра, ну, как, с утра, как обычно, он начал пищать, чтобы вывести его гулять. Днем тоже все было, как обычно. И вот вчера вечером он начал вытворять такую же херню. Его пошел вроде успокаивать Ник, успокоил, но помогло на 5 минут, блин. Пошла я. Все те же самые манипуляции произвела, он успокоился. Все. До утра нам хватило. С утра он даже не попросился в туалет. Я уже переживаю, может быть, я переборщила с наказанием и с нервоучениями и все такое. Но в туалет, может быть, просто, кстати, не попросился, потому что он там не написал, не накакал, все вроде было нормально. Вот. В общем, не знаю, что с собакой и никак не могу понять причины такого поведения, потому что, ну, я могла предположить, что, может быть, это потому что Ник не было неделю, потом он вернулся, и, может быть, Трамп там ревнует. Но нет, в первую ночь, когда Ник вернулся, было все вообще в порядке, а вот вторая, третья, это что-то какая-то жесть. Ну, посмотрим, что еще сегодня ночью будет. Может быть, это, не знаю, фаза луны какая-то неправильная или что-то в этом роде. Хрен его знает. Но это прям некомфортно. Мне не нравится наказывать собаку. Мне хочется, чтобы он сам понимал. Это много, наверное, да? Слишком сложная задачка для него. Мы идем с Трампиком на почту, потому что наконец-то приехала его курточка. Я очень надеюсь, что китайцы ничего не перепутали с размером, потому что там был большой достаточно размерный ряд от XS до, по-моему, трех XL. Трампу по размерной линейке подходил размер L. Он был чуть-чуть велик. Ну, типа там, я подозреваю, что он на всю жизнь ему должен ухватить этого размерчика и по длине, и по ширине. Я надеюсь, что все будет хорошо, и он в нем не утонет, и он ему не будет мал. Ну, что размерная линейка совпадает, потому что курточка очень прикольненькая. Я, наверное, месяца полтора никак не могла определиться с цветом. То есть там всего лишь два цвета. Одна красненькая курточка, другая черненькая. Я хотела все черненькую, но понимаю, что черненькая, но ее не видно. И собаке все-таки нужно яркую курточку, чтобы его было видно на снегу, в лесу, в черном, ну, везде по максимуму. В общем, в итоге заказала красную. Сейчас будем смотреть, как она вообще на него налезет. И просто такой одинаковый у них белый, который не очень белый, а кремовый цвет. Лапка, лапка. Это на фоне снега он так выглядит. Да, да, да. А когда снега нет, он кажется таким белым. Да. Это таки-то инин, такой классный, ему приторгода, но он очень аккуратно с Трампом играет. Вообще, ни разу его не повредил, Трамп ни разу не взвизгнул. это очень-то дорого, мой агент. Ух! Классно упаковано. Сейчас посмотрим. А у нас модная собака какая. The dog face. Трамп. Ему, правда, не очень пока нравится ходить в этой красной штучке. Не понял всего счастья. Да, Трамп? Ты еще не понял? Ну, пойдем. Пойдем. Идем. Ну, как тебе? Стой. Как тебе? Тебе нравится? Тебе нравится, Трамп? Трампи? Трамп, стоять. Стой. Трампи? Трамп. 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 Ой, таким бочком повернулся. И таким бочком. И такой вот тут попрем. Попрем. Немножко покоцано. Ну, курточка прям села идеально. И хорошо, что я заказала чуть-чуть побольше размерчик, потому что он ему прям как раз. Я думаю, что на следующую зиму придется заказывать размерчик побольше. Трампу, правда, как обычно. Одежка и не понравилась. Ну, он вышел на улицу и ничего. Бегает радостно, хвостиком. Трясет. Она прям прикольная. Там внутри утепляшка, флис. А сверху, я так понимаю, что эта курточка должна быть непромокаемой. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Конечно, проверим. После того, как он поваляется в снегу несколько раз. Но визуально такая плащевочка. На вид и на ощупь. Поэтому будем надеяться, что она будет хороша. Ну, и вот эти все надписи серенькие, они светоотражайки. Собака не хочет есть. Закормленная сосеной собака. Трамп, это еда. Он вообще не любит печенку, но ее надо, наверное. Трампе, поешь, это еда. Можно, пожалуйста, поешь. Это как взгляд? Это как это. Спасите! Они кормят меня печенкой! А я хочу желудки! Трамп! Не хочет печенки. Конь сломался, мне кажется. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.